Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Более 10 миллиардов рублей на чистую воду. В аэропорту Уитаж состоялась презентация проекта будущего магистрального водовода Черкей-Махачкала-Каспийск. Метан построили. Сергей Меликов посетил школу-долгострой в селе Черкей Буйнакского района. Читать не глядя. Учебно-реабилитационный центр Иксан устроил для своих подопечных праздник. Качественная питьевая вода для жителей Махачкалы, Каспийска, Избирбаша и ближайших пригородных поселков. В аэропорту Уитаж состоялась презентация проекта будущего магистрального водовода Черкей-Махачкала-Каспийск. В мероприятии принял участие глава Дагестана Сергей Меликов и чиновники правительства во главе с премьером. В настоящее время идет активная строительная фаза. В работах задействованы 100 человек и 70 единиц спецтехники. На сооружение трубопровода выделено более 10 миллиардов рублей, а его протяженность увеличена на 78 километров. Сдача проекта запланирована на 2025 год. И, соответственно, интегрируемся в систему города Каспийска. Из города Каспийска у нас на территории так называемого Рыбевозера обеспечивается подача воды как в сам город Каспийск, так и в последующую транспортировку в город Сбирбаша. Сразу после презентации глава Дагестана посетил школу-долгострой в селе Черкей Буйнакского района. Образовательное учреждение рассчитано на 320 ученических мест. Стройка была начата в 2011 году, но через два года была приостановлена из-за отсутствия финансирования. На сегодня возведено основное здание школы на два этажа и цокольная часть спортивного блока. В ходе осмотра глава Дагестана обратил внимание на то, что изначально локация была выбрана некорректно. Территория не соответствует требованиям, предъявляемым к месту строительства школ. О том, как разрешить сложившуюся ситуацию, планируют обсудить на правительственном совещании по развитию села. Мэр города Махачкалы Юсуп Умавов накануне проверил ход строительства новых блок-пристроек в образовательных учреждениях. Первая глава посетила 27-ю школу. Работы здесь уже практически завершены. Помимо этого ведется благоустройство прилегающей территории и будет осуществлено озеленение. Также к концу близится расширение лицея номер 22. На данный момент здесь проводят внутреннюю отделку и устанавливаются оконные системы. А вот в 39-й школе строительство завершено только на 60%. Площадь нового объекта составляет практически 13 тысяч квадратных метров. По словам мэра, новый блок постройки позволит снять нагрузку с действующих учебных заведений. До конца года все работы уже должны быть закончены. Переписывание священного Корана вручную – это почти утраченная традиция, которая возрождается благодаря труду и терпению художника-каллиграфа из Дагестана. Этим непростым трудом и занялся житель села Параул Сулейман Аширлаев. По словам других мастеров, переписать Коран за пять месяцев – это непростой труд, который не каждому под силу. Накануне в Доме дружбы Махачкалы прошла презентация рукописного Корана. Участие в мероприятии принял муфтий республики шейх Ахмад Афанди, также представители власти, научная интеллигенция и общественники. В ходе мероприятия было отмечено, что экземпляр Корана выполнен на редкой бумаге уникальным каллиграфическим шрифтом. Имеет вес почти 38 килограмм, а также кожаный переплет и отделанный чеканкой. Я отработал себя, руку отработал вначале. Я же сказал, эта каллиграфия является автором, я сам являюсь его. Она слияние из двух этих каллиграфических видов. А эта каллиграфия, например, есть сулюс и насхо. Это куфийский, общий куфийский сулюс и насхо, как раз слияние нашей модели каллиграфии. Она очень легко читается, кто начал начинающим. И Алимам тоже одновременно очень нравится. Алимам тоже нравится. Вот такое. Это чисто будет дагестанской такой. Если мы защитим в мировом уровне, его надо и защищать. В принципе, чего осталось, больше ничего. Мы у нас это не показали. Когда завершил, так мне печально было. Она завершается, как мне не хотелось от этого. И последние строки не писал мой этот. Аллах не писал. Я его не понимал. Почему? Валлахи, это правда. Я его разглачивал, как ребенка. Тогда она как красиво. И с этим закончил. Прекрасно. Мне очень хочется обратно, конечно, зайти и более совершенное, и красивее писать еще. Отметим, что это событие уникально тем, что за последние столетия в России не было случая ручного переписывания священного Корана. В завершении презентации художник-аллиграф подарил муфтию Дагестана памятную картину ручной работы. Вот уже пятый год в республике функционирует учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих Ихсан. В ней воспитываются не только дагестанцы, но и дети из других регионов нашей страны. Для них к Международному дню слепых провели праздничные мероприятия. Ребят также поддержала советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Подробности в сюжете Хамзанур Магомедова. Испытания не помеха талантливые дети. Центр Ихсан для слепых и слабовидящих показывают уникальные способности. По чтению Корана, стихов Нашидова также демонстрации небольших совместных сценок. Ну что, не видишь, я играю. Ну, может, все-таки подскажете? Слушай, мне некогда, я играю. Если бы ты знала хадис нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алию асалям, указать дорогу путнику благое дело... Говори. Ты бы указала мне. Извини меня, если бы я знала, что указать дорогу путнику – это благое дело. Я бы указала. Наш центр находится на Лаптио-73, районный редукторный центр Ихсан. Это первый на Северном Кавказе учебно-реабилитационный центр с религиозным уклоном. На сегодняшний день в нем обучается 25 детей и взрослых. Не только из Дагестана, но и из других регионов. А нет такой вероятности в будущем расшириться с помощью представителей власти или общественника? Или в этом нет необходимости? В этом есть огромная необходимость, потому что наш центр известен уже за пределами нашей республики. И у нас на данный момент 6 человек обучаются приезжих с разных регионов. С Оренбургской области, с Ульяновска, с Москвы, со Ставропольской и Ростовской областей. Поэтому необходимости есть. Мы работаем над этим, поэтому мы приглашаем и депутатов, и вот недавно на мероприятии у нас были и мэр города Махачкалы, и госсекретарь, говорит Султан Вибалатов, чтобы показать им работу нашего центра, наших учащихся, и показать, что есть такая необходимость. Поздравить детишек с Международным Днем Слепых пришли депутаты, общественники, меценаты. Они отмечают, что со своей стороны сделают все возможное для развития центра и его расширения. Вошел под патронаж Минтруда соцразвития республики, мы все для этого сделаем. Мы сейчас в этом направлении работаем, там идут встречи, переговоры. Я думаю, что в перспективе это тоже, конечно, имеет силу свою. У истоков создания центра Ихсан стоит муфти Дагестана Шиахмада Фанди и его супруга Айна Гамзатова. Они с первых дней уделяют огромное внимание учебе и адаптации к нормальной жизни людей с нарушением зрения. Тот центр Ихсан, который существует на сегодняшний день, он такой экспериментальный. То есть мы его открывали, чтобы посмотреть, вообще получится или нет, будет ли желание у родителя обучать детей Корану, Исламу, Исламским наукам. Но, как оказалось, он востребован. И сейчас разные руководители центра говорят, что даже с Москвы есть желающие, там еще с других городов России, там есть звонки, просят принять детей. Есть взрослые, уже там рядом даже квартиры сняли и приходят на обучение. И поэтому, конечно, это не предел. Я благодарю Всевышнего за возможность открыть и за удачный эксперимент. И сейчас уже внимание к нему привлечено, как вы видели, там уже в центре побывал и мэр города, и депутаты наши. И я думаю, что мы вместе все сможем расширить его и создать уже такой более крупный, более оснащенный, расширенный центр. Новую жизнь благодаря этому центру приобрели десятки людей. Взрослые и дети нашли здесь поддержку не только родителей, но и хорошего преподавательского состава. Во-первых, это атмосфера, где люди находятся на пути Всевышнего Аллаха, на пути познания священной книги. Самое дорогое, что есть у мусульман. Ну вот, честно, наверное, просто открываются дороги. Если мы находим в повседневности в жизни, когда работа, там семья, нет-нет, все равно есть сорняки. А там чистая, открытая дорога, от тебя лишь требуется немножко усилия, ну, наверное, отчасти это, мягко сказано, немножко просто усилия, желания, искренности. И там дальше уже есть в конце пути свет, который ты встретишь и на этом свете, и на том свете. Вот для меня лично вот такие ассоциации. Ребенок, он даже не хочет, чтобы я его забирала по вечерам домой с нашего центра. Он хочет оставаться там, ему там очень нравится, так как он получает там полноценное развитие. Он общается со сверстниками в социальном плане, в плане обучения религиозным дисциплинам, светским дисциплинам. Ребенок развивается полностью, и я этим очень довольна. Мне очень хорошо. Я обучаюсь там Корану, арабскому языку, компьютерным и компьютерным курсом. И у меня еще бывают школьные уроки. Скажи, сколько ты выучил? Из Корана я выучил 9 джузов. В рамках праздничного мероприятия участников угостили вкусным обедом, сладостями и подарками. Отметим, что подведомственным в театре Республики учебный центр «Эхсан» функционирует вот уже пятый год. Его двери открыты для всех, кто нуждается в помощи и поддержке. Здание расположено в Махачкале по улице Лаптиева, 73. Лишь по звукам знаем мы мир, темнота вокруг, весь наш мир. И за это, и за судьбу, аль-хамду лиллях, о Аллах. В центре много добрых людей, нас коснулась их теплота. Этот центр не зря чертит детей, здесь для нас устроен весь мир. Ты храни нас, о наш Аллах. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин